Наши родители наверняка помнят лозунг прошлого «пятилетку за три года». Такую установку давали на заводах и стройках, и рабочие перевыполняли план. Сегодня такие энтузиасты тоже есть. В Елутровске завершается строительство моста, который начали возводить в этом году, а должны были закончить в середине 2016-го. Об ударниках непростого труда и их 50-метровом творении. Ирина Сазонова. Они сокращают расстояние. Мосты уже 9 столетий делают людей ближе. Чтобы узнать, какой груз ответственности лежит на плечах строителей, мы отправились в Елутровский район. Своими глазами увидим, как соединяют два берега реки Тобол. Из ничего мост вырастает здесь с рекордной скоростью. Работа кипит в руках бригады из 100 человек. Общими усилиями необходимо сначала соединить два участка дороги балочным мостом, а после этого разобрать старый мост. Задача, на первый взгляд, непростая. Но рабочие называют ее стандартной. На этом же участке идет реконструкция дороги протяженностью 12 километров. Первая слайда была забита на опоре номер 7. То есть именно вот здесь, вот в этом самом месте. Это произошло 29 января этого года. То есть до 29 января здесь не было ничего, было поле, стоял существующий мост. Строительство начали от центра будущего моста и продвигались к берегам реки. Чтобы установить русловый пролет, то есть располагающийся над водой, пришлось построить временный мост. После завершения всех работ эту вспомогательную конструкцию разберут. А пока рабочие занимаются подготовкой поверхности моста к укладке дорожного покрытия. На данном участке клеят гидроизоляцию. То есть сперва палуба была очищена, пескоструйная очистка. Нанесен праймер. Сейчас разогревают и наплавляют техноэластом. После этого укладывается асфальтобетон. Сейчас я попробую принять участие в процессе. Здесь жутко, жарко, огонь. И не знаю, что из этого получится, но попробуем. Мне кажется, огонь прям близко. Задача ваша, Ирина, в том, чтобы он не раскатился, пока он не нагретый. А я прикатываю как обои. Чтобы не было ни пузырьков, ни морсин, ни складин. Но только это совсем не обои. Пока на одном участке занимаются гидроизоляцией, на другом монтируют деформационный шов. Эта конструкция соединяет мост с дорогой и выполняет серьезную функцию. Во время службы мост двигается и меняет свою длину в зависимости от температуры. Мороз заставляет металл сужаться, а знойная жара расширяться. Чтобы избежать разрушений, придуман деформационный шов. Он двигается вместе с мостом. Параллельно процесс идет на третьем участке. Эта работа должна быть выполнена на высоте. Перед покраской металл обязательно обрабатывают. Сложность в том, что работы эти проводят с внешней стороны на высоте 10 метров. Это практически пятиэтажное здание. Алексей, в чем заключается ваша задача? Пескоструйка – это обработка металла. Шлаком, воздухом – это все под давлением. Я вижу, у вас специальное обмундирование для работы. Страховка обязательная, то есть веревочка, там цепляется внизу. Пояс специальный. Каска, шлем. Это не обычный шлем. На самом деле сюда подается воздух через шланг, чтобы я мог дышать. Уже осенью этого года мост откроют для движения. А значит, Яутеровск станет немного ближе к Тюмени. Продолжение следует...